НАТО больше не будет принимать страны, ранее входившие в состав СССР. Такое заявление сделал сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол. И также в мае этого года политик затормозил принятие 40-миллиардного проекта о помощи Украине. О том, кто такой сенатор Пол, и имеет ли его заявление реальный вес, далее в сюжете Данилы Кобзы, и затем эту тему также будем обсуждать с экспертом в нашей студии. В распространении сомнительных нарративов сенатора Пола нет ничего удивительного. Он одиозный и крайне правый политик, последовательно критикующий многие международные проекты США. За резкие высказывания его неоднократно осуждали даже коллеги по Республиканской партии. В серьезной критике со всех сторон он подвергся за связи с Кремлем и активное противодействие вхождению в НАТО Черногории. Пол работает на цель Путина – расчленить маленькую страну, которая уже стала жертвой попытки переворота. Выступающие против фактически выполняют прихоти и стремления Путина. И я понимаю вес моих слов. Я снова повторю – сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол теперь работает на Владимира Путина. Джон Маккейн. Сенатор США. В комментарии «Голосу Америки» в 2017 году. Что касается заявления о том, что в НАТО не будут принимать государство бывшего Советского Союза, оно несостоятельно. Еще на Бухарестском саммите Альянса в 2008 году было официально обозначено, что Украина станет членом НАТО. Однако из-за активного лобби Москвы страна в течение всех этих лет не получала статус кандидата. Теперь, когда Россия показала, чего на самом деле стоит ее армия, ситуация может измениться, утверждают эксперты. Все зависит от НАТО, не от Украины. Все зависит от НАТО, не от Украины. Я думаю, что в случае положительного развития ситуации на фронте, когда Украина все же разрушит путинский режим, я думаю, что вступление Украины в НАТО будет решаться так же, как Швеции и Финляндии, то есть в автоматическом режиме. О такой возможности ранее заявлял и глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Однако рассматриваются и другие варианты военных союзов. С учетом того, что у нас такой сосед, нужно искать возможности безопасного альянса, такого, каким мог бы стать, например, Британия, Польша, Украина, у которого есть еще желающие присоединиться, страны Балтии те же и так далее. Нам нужны гарантии безопасности, и это может означать формирование соответствующего союза, который должен обеспечить соответствующий уровень безопасности нашего государства, и на любые агрессивные действия мог бы реагировать более быстро. Независимо от причины, целей заявления сенатора Пола, они не имеют веса. В американском истеблишменте сформирована почти единогласная коалиция обеих партий по вопросу поддержки Украины. Яркий пример – выделение пакета помощи на 40 миллиардов долларов со стороны США. В мае сенатор Рэнд Пол требовал ввести дополнительный инструмент контроля над средствами, чтобы якобы избежать коррупции. Однако это сильно затормозило бы весь процесс. Предложение политика было отклонено. Данила Кобза специально для информационного телемарафона Freedom телеканала UA. Субтитры создавал DimaTorzok